Друзья, всем привет! Давно что-то не снимал видео. Короче, рыбки очень хорошо подросли, уже большие. Вот этот самый старший из них, ну это самый первый, который я покупал, он большой. А можно посмотреть, какие вот мальки стали, выросли. Скоро его догонит к этому окончанию года. Сегодня у нас уже конец августа. Все уже помидоры, остатки помидоры, огурцы тут все это растет. Вот купил копиенс, вот такое ведро они съели за месяц. Купил 15 килограмм, ну ладно, ну получается за месяц они съели если 15 килограмм, они говорят три таких ведра в мешке, но по 5 килограмм получается они за месяц съели. Вот такой распад на них. Вот за кормушки туда хотят покушать. Ну давайте кинем. Кормлю их и когда дома кормлю их раза 4-5 в день, так едят очень хорошо. Так, по поводу вот этого фильтра, да, моего. У меня тот сломался, который маленький, да, пришлось обратно ставить 15-кубовый. Вот вот так подает и туда вниз уходит. Вниз уходит, там вода распределяется и вот слой биозагрузки, вот до сюда у меня. То есть литров 400. Вот они. Этот светлый, это самый большой, а это все остальные моряки, которые в прошлом году были сантиметровые. Там много вуалевых всяких. Самых мелких сейчас осенью, когда холодно уже будет, в спячку будут уходить, спущу пруд. Самых мелких заберу домой в аквариум, пускай они за зиму подрастают. А эти пускай здесь остаются на зиму зимовать. Вот это все выросли с сантиметровых. Вот такие вот лоси. Короче, про систему фильтрации. Ну вот так же у меня стоит вот этот ультрафиолет, да. Этот все мешочек снял, потому что от него толку, как я вижу, нет особого. Вот эти нейлоновые мешки. Короче, вода, когда проходит вверх, она очищается. Вот эта биозагрузка, она сдерживает всю грязь. Я каждое утро, короче, поливаю растения, да. Вот. И у меня уходит где-то 200-300 литров на промывку. Вот. Через низ, короче, через шланг, да, я сливаю ведро. А прежде чем сливать, я ее, ну, этой щеткой болтыхаю. Сбалтываю, чтобы грязь осела вниз вот этой мутью. Очень хорошо поливаю и очень хороший урожай у меня в этом году. Вот. Так что советую всем, кто не хочет заморачиваться там с фильтрами, сделать вот так, как у меня. Единственный минус. Если не сбалтывать биозагрузку, она у вас зарастает, пруд становится грязным, мутным и, как бы, все очень печально. Я через это прошел, поэтому говорю, каждый раз перед промывкой сбалтывать очень хорошо ее для загрузки и сливать. Через низ слив, чтобы грязь вся сливалась. Вот. Ну, конечно, копинцы они очень любят. Очень им нравится есть. Прямо на ура едят без остановки. Вот это все разводы, да, которые происходят. Это карась у меня. Оказывается, это мальки карася. Откуда-то появились у меня. Видать, не выловил тогда осенью. И вот они, вот эти вот, ну, видно, да, черненькие такие маленькие карасики. Ну, вот осенью буду вылавливать и в пруд местный их пересажу. Так что, вот такая вот рыбаха. Есть большие, которые, да. Ну, вот самый большой, да, ему три или четыре года. И остальные, они почти уже его догнали по размерам. Здесь вообще какие-то гиганты очень хорошо растут. Вот, в принципе, я готов уже на продажу их выставлять. Надо отловить каждого по отдельности, сфоткать. И, короче, буду выкладывать куда-нибудь на ВИТО, вот, и на продажу. Потому что, ради этого, как бы, и затеялось это выращивание и, как бы, продажа. Мне нравится наблюдать, как они с малька растут. Такими лосями становятся. Конечно, можно на стадо их, да, ставить, но они очень быстро растут. И, реально, этого прудика мало. Десять кубов. Они сейчас вырастут еще больше, чем в два раза за следующий год. Им здесь негде будет жить просто. Вон, пузатые все какие. Есть вот, они все одинаковые были, вот эти вот карты сантиметровых. Я и брал в прошлом году, вот. Кто помнит, кто на меня подписан, тот видел их. Но вот сейчас вот они выросли, да, за это лето очень сильно. И есть разница, ну, почти в два раза между самыми большими и самыми, ну, и самыми мелкими. О, малек долбит карася за эти разводы. Это карасик. Ну вот, съели уже весь корм. Я говорю, лопают просто, как это, большие. Ничем не болеют, фу-фу-фу. Здесь постоянно, каждый день, через шланг доливаю 200 литров, да, примерно, воды. Потому что все уходит на полив. Вот такие вот рыбки красивые. Давайте еще подкормим их. Аплодисменты. Аплодисменты. Игрыш, да, блин 그렇죠? Л agregan шар. Игрыш, это четвертыйeksтен. если есть какие то вопросы задавайте с удовольствием отвечу потому что опыт уже большой очень много ошибок много опыта было с очисткой воды с фильтрации ну совсем просто с разведением с радостью поделюсь скорее всего в следующем году буду расширять пруд сделать больше скорее всего маленькую тепличку пристрою еще и чисто по периметру сделаю из бетона как бассейн поставлю на этот бетон теплицу и все будет такая вот теплица с прудом а эту большую теплицу оставлю под овощ как-никак очень хорошо дают урожай после такого полива вот этой водой когда поливаешь прямо прет и прет и все вот эта комета это комета этот красная комета с белой башкой еще какой-то красненький еще где-то комета вот остальные все карты coin температура воды меньше 28 градусов не опускается стараюсь поддерживать высокую температуру когда не солнечная погода закрываю чтобы вода но выдержала температуру и потихонечку нагревалась чтобы максимально продлить сезон так что так ладно все подписывайтесь на канал обязательно задавайте вопросы и увидимся в новых видео всем пока